Сегодня в Заксобрании региона депутаты обсудили инициативу в сфере налогоблажения, это продолжение антикризисных мер в экономике. Также обсудили многие корректировки бюджет. Сейчас в целом эту тему обсудим с экспертом на видеосвязи со студией РБК Елена Зырянова, представитель комитета по бюджету Заксобрания Пермского края. Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Владимировна, самое первое, что хочется обсудить, это вот эти инициативы краевых властей по налоговым корректировкам. Вообще, насколько там выпадающие доходы, не страшно ли это для бюджета и все ли депутаты поддержали это решение? Если говорить о выпадающих доходах, то это коснется одного закона об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Эту льготу мы предоставляли в 2020 году, и сегодня она была пролонгирована на 2021 год. Речь идет только о предприятиях общепита и о розничной торговле непродовольственными товарами. Напомню, что ставки для этих предпринимателей снижены с 15% до 5% и с 6% до 1%. И в таких условиях они будут работать в течение 2021 года. Это не такие большие деньги для бюджета. Мы смотрим на перспективу и считаем, что эти предприниматели должны выжить, должны сохраниться, и тогда в будущем периоде мы получим свои налоги. То есть мы их спасли, да, и потом эти выпадающие доходы отбили уже в 2022-2023-м, по крайней мере. Да, мы их попытаемся поддержать. Вообще, в целом, в том числе, там и изменения в патентную систему, да, одна из инициатив была? Она расширила, да, перечень бизнеса? Изменения в патентную систему связаны с изменениями в федеральное законодательство, в налоговый кодекс Российской Федерации и существенных изменений в ставках по патентам. Мы сегодня таких решений не принимали, но мы и не увеличили стоимость патентов на текущий финансовый год. И я хочу напомнить, что на сегодняшний день размер патентов в Пермском крае, он ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу. То есть мы эти условия сохраняем, опять же, в надежде на то, что наш бизнес, он восстановится и окрепнет. Ну да, вообще патент для предпринимателей вообще одна из самых выгодных систем, это понятно. Елена Владимировна, какие другие еще корректировки были в бюджет? Насколько я понимаю, часть крупных инвестпроектов, в том числе, перенесена на более ранние сроки по инфекционной больнице, вот эта история была обсуждаемая? Ну, сегодня мы принимали первые изменения в бюджет текущего года. Они были связаны традиционно с перераспределением остатков 2020 года. Остатки на 1 января текущего года у нас больше 13 миллиардов рублей, потому что бюджет был исполнен только на 90%. Что произошло? Во все государственные программы, их у нас 13, были внесены корректировки, связанные с распределением этих остатков. И в результате мы имеем следующую финансовую картину. Наши доходы, к сожалению, снижаются и составят 153 миллиарда рублей. Расходы вырастут до 172, почти миллиардов рублей. Но в связи с таким дисбалансом у нас возрастет дефицит. И в течение трехлетнего периода мы идем на значительное повышение объема государственного долга. Насколько это критично сейчас? Не хочется употреблять словосочетание, но все-таки дыра в бюджете. Многие экономисты ее так называют, потому что это действительно огромный дефицит. Нет, дефицит, я хочу успокоить всех наших граждан. Дефицит у нас в рамках норматива определенного бюджетным кодексом Российской Федерации. Он балансирует по трехлетке в рамках 15%. Поэтому насчет финансовой устойчивости нет никаких больших волнений. Мы выполним все социальные обязательства. Но для того, чтобы это сделать, нам придется занимать. И вот здесь есть еще одна новелла в этом проекте закона. Вернее, уже принятом в первом чтении законе мы видим, что правительство и губернатор Пермского края принимают решение об эмиссии ценных бумаг в виде облигаций государственного займа. Предлагается занять 5 миллиардов рублей на пятилетний период. Это действительно экономически на сегодняшний момент целесообразное решение. Учитывая то, что государственный долг в этом году планируется на уровне 56 миллиардов рублей, я думаю, что здесь можно и на большую эмиссию было бы рассчитывать. Но пока начнем с 5 миллиардов. Что это дает? Это дает значительную экономию в средствах, которые мы обычно планируем на обслуживание займов. То есть на проценты по кредитам, которые мы начали интенсивно привлекать в процессе взаимодействия с коммерческими банками. То есть бюджетных кредитов уже не хватает? Все-таки приходится коммерческие банки. Бюджетных кредитов не хватает. 0,1% годовых. Но их нам уже недостаточно. И поэтому, переходя на коммерческие займы, мы вынуждены планировать и расходы на их обслуживание. Так вот, облигации могут снизить нам эти расходы. И надеюсь, вот этот опыт, он будет пролонгирован, если он будет удачным. Мы поддержали правительство в этих начинаниях. Ну да, эти разговоры об облигациях, я помню, велись там и 4, и 5 лет назад, тоже предлагали краевые власти, еще предыдущие. А вот эти 5 миллиардов, то есть это пока еще проба, да? Нужно понять, насколько будет спрос на эти облигации, да? То есть такой первый опытный, пилотный такой проект, что ли? Конечно. Дело в том, что в Российской Федерации пользуются большой популярностью облигации федерального займа. И только некоторые регионы практикуют региональные займы. Надо сказать, что спрос на них, безусловно, ниже. И поэтому для того, чтобы привлечь кредиторов, необходимо будет прозондировать и понять, на какую ставку придут кредиторы. Я думаю, эта ставка, она все равно должна быть выше, чем у облигации федерального займа. Ну, 5 миллиардов — это небольшие деньги. Я думаю, что при определенной информационной поддержке, при определенном продвижении этой эмиссии, я думаю, что регион справится. У нашего региона очень хорошая кредитная история, у нашего региона очень стабильные финансовые показатели. Поэтому я думаю, что это решаемая задача. То есть сейчас нужно, насколько я понимаю, там рейтинг еще получить в каком-нибудь кредитном агентстве? Да, там большая процедура. Она действительно, правительству придется ее освоить, изучить все эти этапы. Поэтому я говорю, что тут очень важно понять, какая сумма эмиссии, она, значит, эти затраты оправдает. А есть у вас, Леонид Владимирович, примерное понимание, насколько процент доходности будет выше, чем по ОФЗ? Это 2-3% выше? Пока не оценивать. Можно быть около 1%. Я просто хочу сказать, что сегодня очень удачная ситуация. И если поторопиться, пока ставка Центробанка, вот она сейчас достигла дна, и последние изменения, значит, уже, не, Центробанк прекратил снижение ставки. И сейчас вот это очень удачная, выгодная ситуация, когда можно действительно привлечь недорогие деньги. И, ну, вот тенденция по росту инфляции, она уже наметилась, и это может вот именно в ближайшую там трехлетку, пятилетку как раз обеспечить нам вот определенную выгоду экономическую. Ну да, да, потому что уже разговоры идут о том, что ставка ЦБ, скорее всего, скоро будет снова расти, и там может до 6% дойти. Да, вот здесь вот очень важно найти тот экономический момент, когда эта эмиссия может действительно принести экономическую выгоду. Кредиты явно сегодня там значительно дороже. Ну, и опять же, расходы на эмиссию, они тоже имеют место быть, и нам тоже предстоит их оценить, чтобы понять, какая же конечная стоимость привлекаемого финансового ресурса у нас будет. Но я нисколько не сомневаюсь, что наше министерство финансов обладает необходимыми компетенциями для того, чтобы эту работу осуществить. А мы будем всячески поддерживать. Илья Владимировна, то есть я же правильно понимаю, что пока бюджетный комитет, ну и ЗС в целом, депутаты не обсуждают какую-то корректировку расходной части. То есть пока мы не режем никакие даже инвестиционные расходы, да, ведь власти тоже вроде пока не говорят. Речь идет о перераспределении по годам, по суммам, по распределению остатков, то есть очень много. В каждую программу внесены изменения, но мы не видим изменения в стратегии. Поэтому все изменения в инвестиционную программу, они как всегда связаны с невозможностью выполнения этих задач, а не с невозможностью их финансировать. То есть финансовые ресурсы за счет заемных ресурсов, все задачи, программа социально-экономического развития, она, конечно, будет реализовываться. И я уверена в том, что нам хватит денежных средств. Нам иногда не хватает компетенции, иногда мы срываем сроки, но финансовых ресурсов нам до сих пор хватало. Елена Владимировна, последний вопрос. Бюджет до 2023 года, можем ли мы все-таки при благоприятных экономических условиях увидеть все-таки снижение дефицита до какого-то минимума? Я там уже до нуля, наверное, не говорю, потому что невозможно быть в текущем посткризисе. Во-первых, никогда не надо себе такой задачи ставить. Все-таки задача развивать регион. И если задача развивать регион связана с займами, то необходимо брать займы. Если задача развития региона будет сопровождаться плановым дефицитом, не превышающим нормативы бюджетного законодательства, я еще раз хочу сказать, приоритетом является развитие. Что касается трехлетнего периода. Да, у нас трехлетний период планируется. Но мы практически каждый год принимаем закон о бюджете. И в 2022-2023 год подвергнутся значительным корректировкам. Потому что вот сейчас планирование, оно очень хромает в связи с этим экономическим кризисом, в связи с нестабильностью на уровне Российской Федерации в целом. Мы ориентируемся на те прогнозы, которые нам дает Федерация. Поэтому по нашим планам сегодня дефицит должен снижаться, но объем государственного долга у нас будет расти. Понятно. Спасибо огромное. Елена Зырянова, представитель комитета по бюджету, Зак Собрания Пермского края была на видеосвязи со студией РБК. Мы обсуждали бюджетную политику в регионе.